Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Светлогорске водитель сбил ребенка. 36-летний мужчина двигался во дворе дома по улице шоссейной. Внезапно с правой стороны по ходу движения авто на проезжую часть выбежал пятилетний ребенок. В результате происшествия малыш получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Госавтоинспекция обращается к родителям. Еще раз проведите со своим ребенком инструктаж, где он может находиться, где он может играть. Напомните о том, что вблизи проезжей части дороги ни в коем случае нельзя играть. Расскажите, чем чревато выход из-за стоящего транспортного средства. Расскажите об этом, о том, что это очень опасно. Также хотелось бы обратиться к водителям и напомнить им о том, что при движении по дворовой территории необходимо соблюдать скоростной режим, а также быть внимательными, аккуратными, сосредоточенными, так как на проезжую часть могут выбежать дети. В Лельчицком районе продолжаются поиски мужчины, который потерялся в лесу. Пенсионер 1965 года рождения ушел за грибами 11 октября около 10.30 утра и заблудился. На поиски отправлены сотрудники милиции и МЧС, лесники и волонтеры. 12 октября в районе пяти вечера в Лельчицком МЧС поступило сообщение о том, что в районе деревни Сименища потерялся мужчина в лесном массиве 1965 года рождения. На сегодняшний момент поиски продолжаются. Для поисков направлена аварийно-спасательная техника пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС. Пользуясь случаем, хочется наполнить всем грибникам и лицам, посещающим лес, о необходимости соблюдения правил безопасности, учитывания погодных условий, одевания яркой одежды и, конечно же, о том, что необходимо к походу в лес готовиться, брать с собой полностью заряженный телефон и знакомиться с картой лесного массива. Сегодня суд Рогачевского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая ударила сотрудника ГАИ диском от культиватора. Напомню, ЧП произошло в августе. Очевидцы сообщили, что по поселку Дятловщина ездит пьяный мужчина на Ауди. Сотрудники ГАИ остановили авто. Его водитель был трезв, а вот прав у него не оказалось. Хозяин иномарки сидел рядом. Инспекторы стали составлять протоколы на обоих сельчан. Наблюдавший за разбирательством со стороны заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение. Он требовал от сотрудников ГАИ лишить нарушителей прав. Сельчанина просили успокоиться, но тот оказал сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась теща, которая взяла металлический диск и ударила инспектора, причинив ему телесное повреждение. В результате было возбуждено уголовное дело. В пункте пропуска Новая ГУТа сотрудники Гомельской таможни обнаружили марихуану и метамфетамин. Запрещенные вещества перевозил дальнобойщик. 36-летний мужчина выполнял международные перевозки из Украины в Россию. Во время таможенного контроля поведение служебной собаки указывало на возможное наличие наркотиков. Мужчина попытался опровергнуть это, но среди его личных вещей были обнаружены бумажный сверток с марихуаной, а также фрагмент шприца с метамфетамином. Возбуждено уголовное дело. Помимо того, что гражданин Украины перемещал запрещенные вещества, он также находился под действием их во время прохождения таможенного контроля. В его организме обнаружены канабиоиды, амфетамин и метамфетамин. В настоящее время Украин задержан. Гомельское таможение возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сотрудники МЧС собрали почти килограмм ртути в Рогачевском районе. Сообщение поступило от работников железной дороги. Они рассказали спасателям, что в грузовом вагоне произошел разлив ртути. Спасатели собрали и утилизировали вещество. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище Борщевка войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 13 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 октября. Время с 10 до 20 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok